Здравствуйте! Заметные события уходящих 7 дней в материалах журналистов телеканала ПС. В эфире городские подробности. Меня зовут Артемий Заварзин и мы начинаем. Мэр Виктор Павленко предложил губернатору Игорю Орлову варианты выделения дополнительных средств на ремонт и строительство дорог в областном центре. Во вращении главе региона Виктор Павленко отметил последний масштабный ремонт, который затронул более 70 улиц Архангельска. Проводился в 2008-2009 годах. Тогда из областного и федерального бюджетов были выделены значительные средства на дорожную модернизацию. Однако нормативные сроки службы и гарантийные обязательства подрядчиков истекли, а новым масштабным ремонтом мешает несколько факторов. Одно из препятствий, сдерживающих ремонт и автомагистрали, методика распределения средств областного дорожного фонда, который формируется за счет акцизов на бензин и отчислений автовладельцев по транспортному налогу. Плачу налоги своевременно, а качество дорог не получаю никакого. Происходит это в том числе из-за того, что объем средств из дорожного фонда, выделяемый на ремонт дорог в Архангельске, в течение последних двух лет был крайне незначительным. В 2015 году областной центр, где собирается третий транспортного налога в регионе, из почти 4 миллиардов получил только 97 миллионов рублей. Это, конечно, капля в море. Это точный минимальный ремонт. Для сравнения, в 2008 году на город было потрачено на ремонт дорог из всех источников города, области и федерации почти полтора миллиарда рублей. Ситуацию усугубляет и то, что с 2014 года прекращена реализация программы развития Архангельска как столицы региона. Программа была не профинансирована по решению областного правительства, и поэтому дороги пришли в такое состояние, которое оно сегодня у нас есть. Из городского бюджета на ремонт дорог в 2015 году дополнительно направляется около 45 миллионов рублей. Однако только для того, чтобы привести дороги в порядок, на первом этапе необходимо около 370 миллионов рублей. У мэрии Архангельска имеются готовые проекты капитального ремонта дорог. Один из них коснется проспекта советских космонавтов. По космонавтам истекает срок госэкспертизы. Потому что если мы в этом году не начнем процедуры, то в следующем году нам заново придется актуализировать проект, дополнительно тратить финансовые средства из городского бюджета. И второй проект, который также у нас прошел госэкспертизу, проспект Ленинградский от Обездной, улица Белогорская, сели Качиков. Там также предусмотрена полностью реконструкция. Конкурсные процедуры по отбору подрядчиков для этих объектов могут быть проведены сразу же после того, как областное правительство подтвердит готовность финансирования. Мы предложили скорректировать, скажем так, ряд государственных программ, которые позволили бы включить определенные объекты, которые находятся на территории города, и обеспечить финансирование. Плюс, значит, мы также предложили вернуться к программе Архангельска как областного центра. То есть формы сотрудничества могут быть абсолютно разные. Наша основная задача – выработать совместное решение и выработать механизм выделения финансовых средств городу Архангельск. Кроме того, муниципалитет предлагает установить для Архангельска индивидуальный норматив выделения средств из областного дорожного фонда, который будет учитывать и протяженность уличнодорожной сети, и интенсивность движения транспорта в столице региона. Четкое и грамотное распределение средств дорожного фонда позволит реанимировать изъеденные ямами и трещинами дороги областного центра. Не менее проблемная точка на карте города – это водопроводное хозяйство. Муниципальное предприятие «Водоканал» сегодня работает в непростых условиях. Экономически необоснованные тарифы, установленные региональным правительством, становятся препятствием для жизнедеятельности структуры. Однако даже в сложной ситуации «Водоканал» постоянно изыскивает способы оказывать услуги населению на должном уровне. «Предприятие работает стабильно в текущем режиме. Мы обеспечиваем выполнение всех работ на сетях. В первую очередь, конечно же, это аварийная работа по восстановлению водоснабжения объектов жилфонда. Сегодня мы устраняем аварию на проспекте Чубара-Волочинского, пересечение с Серафимовича. Здесь обнаружен перелом трубы большого диаметра. Я думаю, что к вечеру работы мы закончим, восстановим водоснабжение в жилых домах. До выходных будем выполнять благоустройство на участке, потому что это, в первую очередь, пешеходная улица, чтобы обеспечить по ней безопасный проход населения. И проезд по улице Серафимовича мы должны сделать благоустройство до выходных. Всего у нас в перечне участков на благоустройство после проведения зимних аварийных работ порядка 70 адресов. 69 полученные адреса, полученные ордера на устранение. Из них у нас 8 – это устранение, восстановление благоустройства в проезжих частях дорог. Все остальное находится либо в тротуарах, либо в газонах. Это подсыпка грунтом, щебнем, ну и восстановление, конечно же, прохода по тротуарам. В зимний период мы сделали временные переходы, там где-то деревянные настилы, что-то восстанавливали в плитах. Ну а в течение мая-июня будем, конечно же, восстанавливать асфальтирование. В целом предприятие обеспечено и техникой, обеспечено и людьми на сегодня у нас. И в двух муниципальных предприятиях, это МУП водоканал и МУП водоочистка, работает порядка 1200 человек. Оба предприятия работают в стабильном режиме, обеспечены техникой, обеспечены людьми, материалами, инструментом. Мы провели необходимые закупки по химреагентам. Ну и сейчас, в предпаводковый период, обеспечиваем химреагентами, в первую очередь, участки, которые у нас находятся на островах и на отдаленных территориях, которые в период паводка могут быть отрезаны от материка и транспортное сообщение с ними будет затруднено. О дорожном ремонте, уборке города и других насущных проблемах говорилось и на еженедельном совещании в мэрии Архангельска. К слову, заседание стало основанием для множества важных поручений, как главам администрации, так и руководителям муниципальных предприятий. Одна из главных задач, поставленных мэром Виктором Павленко – тщательная подготовка к проведению текущего дорожного ремонта. Основная часть работ начнется 1 июня и, как отметил градоначальник, важно, чтобы все конкурсные процедуры были проведены в срок, а на дороге Архангельска вышел ответственный подрядчик. Потому что то, что безобразие случилось на улице, на предмостной площади и улице Гагарина, ни в какие ворота не лезет. Я не буду называть ни фирму, ни руководителя этой фирмы, но такое безобразие повториться не должно. Все негативы собрали мы. А цена контракта – 41 миллион. Вот сейчас вот уже со снегом год не прошел, асфальт уходит со снега. Поэтому претензионную работу по этому участку с этой фирмой ввести и деньги за вот такое безобразие изыскать, или они пусть переделывают это все, когда наступит соответствующий дорожный ремонт. Безобразия этих не должно быть. Как не должно быть в городской черте аварийных построек, давно подлежащих сносу. Особую опасность они представляют для деревянного жилфонда. Так, например, в одном из домов на улице Котласской. Порядка 40% собственности находится в жилых помещениях. Соответственно, мы его сейчас разобрать, мы его не можем. Если они не дают письменное свое согласие на снос и так далее, вот тогда пусть они охраняют его. Подвергаем опасности рядом живущих людей. Поэтому, уважаемые коллеги, городское хозяйство, продумайте алгоритм работы с этим. Еще раз говорю, тогда в суд привлечение, что люди не охраняют. 40% пусть охраняют, нанимают охрану и так далее до решения этого вопроса, до получения квартиры. Ну, давайте какой-то алгоритм выработаем. Одно из поручений Виктора Павленко касалось качественной уборки мусора. Главам округов поручено вести работу не только с управляющими компаниями, но и с населением, которое часто забывает элементарные правила благоустройства. Есть еще раз говорю, у нас там благоустройство, там, отделение, значит, этот порядок у нас, его тоже активнее надо использовать. Вот у нас там уже 6-7 случаев в нашу пользу принято в это решение есть. Значит, эта практика нарабатывается. Мы любыми способами должны наводить порядок в городе. На совещании также шла речь об отопительном сезоне. В Архангельске он завершается в штатном режиме на котельных и теплотрассах. Ведутся работы планового характера. Запас топлива также не вызывает опасений. Мэрия Архангельска продолжает выигрывать судебные дела у организаций, которые проводят земляные работы и не спешат восстанавливать благоустройство территории. Сегодня по решению суда уже 9 компаний должны восстановить поврежденные тротуары, дороги и газоны. Только в этом году суд принял положительные решения, которые пока не вступили в законную силу по шести делам. Среди них восстановление благоустройства территории на улице Советской у строящегося торгового центра, а также в районе стройки на улице Гайдара. Стоит отметить, что некоторые предприятия предпочли восстановить нарушенное благоустройство в досудебном порядке. Остальным суд установил конкретные сроки выполнения работ. Ход работ по восстановлению благоустройства на постоянном контроле мэрии Архангельска позиция, которой однозначно незаконных разрытий в черте города быть не должно. Надо просто за правило взять в зоне работы, да это и законом утверждено, в зоне работы тысячника, других магистральных водоводов, теплотрасс. Но никто без разрешения копаться не должен. Значит, даю поручение и вот, не дай бог, честно, сразу выгоню с работы того ответственного, который безответственно подошел к такому делу. Всего за 2014 год специалисты мэрии Архангельска провели более 650 мероприятий по выявлению самовольных разрытий. Составлено около 350 актов, на основании которых направлены требования об устранении нарушений правил благоустройства и озеленения. И в продолжение темы благоустройства. Любимый горожанами и единственный в Архангельске пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского скован наледью и окутан снегами. Горожане возмущены. Кто же в ответе за чистоту на Чумбаровке? Наша съемочная группа попыталась разобраться. По некоторым сугробам на проспекте видно, что они появились тут явно не вчера. Особое нарекание к теневой стороне улицы. Солнце сюда не заглядывает, а значит процесс таяния снега будет небыстрым. Содержать улицу в чистоте и порядке подрядилась компания «Северная роза». В настоящее время подрядная организация «Северная роза» производится подсыпка мест, где еще у нас снег и лед не ставил с пешеходных дорожек. В целом работа ведется, но хотелось бы, чтобы было немножко быстрее все. Компании «Северная роза» нас заверили. Проспект убирают ежедневно. Мы там не могли убирать, потому что там опасно сходил снег с крыш. Вот в коммунальной службе брали снег, поэтому там немножко участок подзапущен. Ну сейчас как бы погода позволяет, мы посыпаем песко-соляной смесью, поэтому я думаю, что в течение недели этот участок теневой придет в порядок. Компании-подрядчики добровольно берут на себя обязательства и получают за работу деньги, а значит ее они обязаны выполнять качественно. По итогам проверок работы компании, мэрия составляет список нерадивых подрядчиков и управляющих компаний, которые направляются в Государственную жилищную инспекцию для принятия решения о лишении их лицензий. Вот уж у кого с наведением порядка проблем не возникает, так это у ТОСов Архангельска. Они развиваются и получают поддержку. В рамках плана мероприятий по стабилизации экономической ситуации, утвержденного мэром Виктором Павленко, мэрия Поморской столицы продолжает реализацию городской программы поддержки территориального общественного самоуправления. По итогам очередного конкурса социально значимых проектов ТОСов, финансовую поддержку из городского бюджета получат ТОСы Краснофлотский и Первый. Они продолжат работу по своду аварийных деревьев, а ТОС Кемский закончит восстановление дренажно-ливневой канализации. Люди обращаются, и мы им помогаем, не оставляем без внимания, за любой проблемой идут к нам. Хотим сделать наш Кемский поселок образцовым, как 20 лет назад, то есть чтобы ходить по нормальным деревянным тротуарчикам, чтобы были нормальные деревянные дома. С 2010 года территориальное общественное самоуправление Архангельска принимает участие в конкурсе социально значимых проектов. Общая сумма финансирования конкурсов из областного и городского бюджета, за это время составила более 5 миллионов рублей. Суть ТОСовского движения как общественной организации – это привлечь население, города, другого населенного пункта к тем или иным делам в городе или там в селе. ТОСы, конечно, мы создаем на островах, в отдаленных поселках. Главная задача – привлечь эти ТОСы к действию. Когда это происходит с помощью населения, никто не ломает мостки, которые они делают, парки, которые они благоустраивают, цветы, которые они сажают и так далее. Вот основная деятельность, которой они занимаются, это вопросы благоустройства. Это главная цель. Мы ее достигли и будем ТОСы развивать, помогать и финансово наполнять их бюджеты. Сегодня в Архангельске действует 9 ТОСов. В этом году на реализацию проектов они получат более 600 тысяч рублей из городской казны. К другим темам. В этом году при поддержке мэрии Архангельска городской центр защиты прав несовершеннолетних душа инициировал несколько социально значимых проектов. Один из них – проект «Слагаемая семьи». Он предполагает десятки семинаров и дискуссий, конкурсов и развивающих занятия о смысле семьи и семейных отношениях. Главные участники таких мероприятий – родители, дети и педагоги. В планах проекта «Слагаемая семьи» также выездные экскурсии к местам культурно-православных памятников Архангельской области, беседы о назначении семьи со священниками. У нас находится постоянно, проживает 18 подростков. То есть они все будут задействованы. Мы планируем примерно 20 ребят вовлечь, ну и соответственно их родители. На календаре конец марта на улице заметно теплеет, а значит совсем скоро Северная Двина освободится от ледового покрова. О том, когда это произойдет и каков план необходимых противопаводковых мероприятий обсуждали участники совещания в мэрии Архангельска. Со следующей недели дневная температура воздуха выходит на плюсовые значения. Ожидается, что в столице Поморья лед тронется 28 апреля. Предполагаем, что сначала ледоход сформируется на ВАГе, который может пройти через Архангельск, как местный ледоход, можно так его характеризовать, где-то 23-25 апреля ориентировочно. Основной ледоход, который будет двигаться вообще по всему стволу Северной Двины, он сформируется где-то в этих же числах в районе Котласа и продвигаться к Архангельску, он будет где-то 28 апреля. Снабжение островных территорий во время ледохода находится на особом контроле у мэра Архангельска Виктора Павленко. Жители островов должны быть обеспечены запасами продовольствия и товарами первой необходимости при любой погоде. В настоящее время в предприятиях торговли, находящихся на островах, создан неснижаемый запас товаров первой необходимости. Это мука, крупа, сахар, масложировая продукция, соль, мясная и рыбная консервация, спички, мыло и так далее. Товар повседневного спроса в магазинах имеется в ассортименте. Запас товаров достаточен для обеспечения населения в течение двух недель. А если потребуется, скажем так, две недели, будет недостаточно, потому что коллега, предыдущий докладчик, отметил, что будет, скажем так, возможно, два этапа ледохода, да, то есть из Ваги, потом из Северной Звезды, может вдруг перевод больше будет. Там как планируется обеспечивать продукты? Буксиры. На буксирах будете переводить? На буксирах. К началу навигации готов и ледокольный флот. В его резерве четыре ледокола. Все ледоколы в настоящий момент имеют исправно-техническое состояние. А также и документы. Все судовые документы действующие. По окончании формальностей, связанных с проведением обязательных конкурсов, а также заключение соответствующих договоров, ледоколы будут готовы приступить немедленно по работе к спуску льда. В Маймаксанском, Соломбальском и Октябрьском округах отремонтированы причалы. Каждый день отслеживается ситуация с ледовыми переправами. Архангельск готов встретить ледоход во всеоружии. В поморской столице продолжается вручение фронтовикам и труженикам тыла медалей в честь 70-летия Победы. По распоряжению мэра Архангельска Виктора Павленко, каждый ветеран Великой Отечественной войны получит заслуженную награду до 1 мая. Тем, кто по состоянию здоровья не может посетить торжественные вечера, медали вручаются на дому. А сами торжественные мероприятия, в рамках которых вручаются награды, уже четвертую неделю подряд идут во всех городских округах. О церемониях, прошедших накануне. Мария Воробьева. Война застала Василия Дерягина в селе Мудюга, что в Онежском районе Архангельской области. С 12 лет Василий Михайлович трудился в колхозе. В этот день о трудностях и горестях войны вспоминали и те, кто пришел в культурный центр «Луч». В округе Майская горка проживает 387 участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 17 из них сегодня наградили юбилейными медалями во знаменовании 70-летия Победы. Честовали героев в округе Воробьево-Фактория. Там проживают 520 ветеранов, чье детство и юность было опалено Великой Отечественной войной. Среди них и Надежда Павловна Гусева. Она в 17 лет добровольцем ушла на фронт. Первое боевое крещение Надежда Павловна получила в Польше. Сержанту Гусевой было поручено довезти обоз до штаба по Варшавскому шоссе. Ее колонна попала под вражеский обстрел. Вдруг откуда ни возьмись, два Хенкеля. И они облетели все это Варшавское шоссе. И второй раз облетели. А потом как стали строчить на бреющем полете. Все была такая суматоха. Я смотрю, мои девчата, как все испугались. Они еще не были никогда под обстрелом. Они как испугались, как побежали. Бегут все. Я кричу, стой, ложись. Никто меня не слышит. Как закричу на всю катушку. Слушай приказ. Ложись. К земле прижаться. Тогда только все, как будто этот приказ из пушки вылетел. Все бросились на землю. И все упали. И все лежат. По доброй традиции, вместе с медалями, каждому ветерану и труженику тыла была вручена в подарок от мэра столицы Поморья Виктора Павленко книга «Архангельск. Город воинской славы». Тем, кто проливал кровь на фронте, голодал в блокадном Ленинграде и ковал победу в тылу, посвящен каждый творческий номер праздничных концертов. Для меня честь выступать на этом концерте для ветеранов. Так как это дань уважения к ветеранам за их победу. Не было бы победы, не было бы нас и нашего города. От имени президента Российской Федерации 4525 медалей в ознаменовании 70-летия победы будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны, друженикам тыла, узникам концлагерей, проживающим в Архангельске. Всем, кто воевал до победы. Такой была последняя мартовская неделя в Архангельске. Я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами до следующего воскресенья с пожеланиями всего самого доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!